Essential English Elementary. Level 1. Обязательно английский элементарно. Уровень 1. Лесон 6. The sun isn't shining. Урок шестой. Солнце не светит. Hello, my dear students. This is the sixth lesson of the course Essential English Elementary. And I called it The Sun Isn't Shining. Привет, мои дорогие ученики. Это наш шестой урок курса «Обязательно английский элементарно». И назвал я его The Sun Isn't Shining. Солнце не светит, поскольку речь у нас пойдет о том, как сказать по-английски о тех действиях, которые не происходят в тот момент, когда мы о них говорим. То есть, другими словами, об отрицательных предложениях в форме Present Continuous. Но прежде я, как всегда, в начале нового урока дам правильные ответы на письменное упражнение из урока предыдущего. Вот как должны выглядеть и звучать приведенные в нем предложения на английском языке. Look, Dan is dancing with Jessica. Look, Dan is dancing with Jessica. Where are Joanne and Sarah? Where are Joanne and Sarah? They are watching TV. They are watching TV. Be quick, the bus is coming. Be quick, the bus is coming. Kate is wearing a red dress. Kate is wearing a red dress. Where is Mark? Where is Mark? He's cooking dinner. He's cooking dinner. He's cooking dinner. The weather is bad. It's raining. The weather is bad. It's raining. Переходим к теме урока. И снова очень простое правило. Чтобы сказать по-английски о действии, которое в данный момент не совершается, нужно к вспомогательному глаголу m is a добавить частицу not. The sun isn't shining. She isn't eating. You aren't listening to me. The weather is nice. It's not raining. You can turn off the television. I'm not watching it. Вот, собственно, и все. Остальное предложение будет выглядеть так же, как и утвердительное. И ввиду столь простого правила я не вижу большого смысла закреплять его дополнительным упражнением. Поэтому давайте еще раз вместе прочитаем текстовые примеры, только уже помедленнее и с паузами для повторения. The sun isn't shining. The sun isn't shining. She isn't eating. She isn't eating. You aren't listening to me. You aren't listening to me. The weather is nice. The weather is nice. It's not raining. It's not raining. You can turn off the television. I'm not watching it. I'm not watching it. Но вот зато письменных упражнений я дам вам сегодня целых два. Первая будет довольно простая. Вам нужно будет поставить слова в скобках в правильном порядке, а сказуемое употребить в форме Present Continuous. Если после скобок стоит точка, значит предложение утвердительное. Если вопросительный знак, то вопросительное. А если среди слов в скобках вы увидите частицу NOT, то отрицательное. Чтобы вам было легче делать это упражнение, я разберу первое предложение в качестве примера. Work Ben today. Первым делом переводим все слова. Получается, работает Ben сегодня. Общий смысл понятен. Теперь оформляем предложение на английском. Во-первых, нас не устраивает порядок слов. После скобок у нас стоит точка, значит предложение утвердительное. И частица NOT, нет, значит не отрицательное. Поэтому на первом месте у нас Ben. Далее по правилу должен идти глагол be в форме, соответствующий местоимению. А область подлежащая выражена в существительном. Как быть? Очень просто. Ben – мужское имя, значит в английском языке ему соответствует местоимение he. По таблице определяем he is. Сразу запишите те слова, с которыми вы уже определились. Ben – is. Теперь подставляем глагол work суффиксing и на последнем месте слово today. Ben is working today. Не правда ли просто? Тогда поставьте урок на паузу и выполните упражнение. И теперь второе упражнение. Оно еще проще. Вам нужно будет превратить слова в скобках «да опять» в утвердительное или отрицательное предложение. Только на сей раз они будут в правильном порядке. Вам лишь останется определить для себя, какими будут ваши предложения. А сделать это нужно будет исходя из того, что происходит с вами, с вами, именно с вами в данный момент. То есть в тот момент, когда вы будете делать упражнения. И затем записать их. Чтобы вам было понятно, как это сделать, я снова разберу первое предложение в качестве примера. I wash my hair. Итак, приступаем. Первым делом переводим все слова. Получается «я мою волосы». Ну, по-русски мы говорим «я мою голову». А теперь смотрите. Осмелюсь предположить, что в тот момент, когда вы будете работать над этим уроком, вряд ли кому-то из вас удастся совместить данное увлекательное занятие с мытьем головы. Стало быть, предложение об этом, скорее всего, будет отрицательным. А раз так, то ставим на первое место «i», на второе глагол «m», которому добавляем частицу «not», а глаголу «wash» цепляем суффикс «ing». И последнее, что нам осталось, слово «hair», а его нам обязательно надо употребить с притяжательным местоимением «my». Такое правило. И вот что получается «I'm not washing my hair». Понятно? Тогда снова поставьте урок на паузу и сделайте упражнение. А я прочитаю остальные исходные предложения, ну, в виде отдельных слов. «It snow», «I sit on a chair», «I eat», «it rain», «I learn English», «I listen to music», «the sun shines». «I wear shoes», «I read a newspaper». А теперь слова из этого урока. «Bas», «�신�able», « Tus Association», «UR», «D go», «М», «ất», «cent», «ur», « chop», «чаur», «ни», «чаur», «anch», «чау», «ни», «чае», «č», «ча», «ча», «ча» «ч» «儿» «D»» «幹嘛», «do», « Yoda», « cứ». «只是». «�», « Youtube». «cz» «y», «F» « bal», « taught» «実». « Iron». « recognized» « цвет», «аз», « kap», «BA», « с taped», «over», « bit», «ix» « ré» « Export»» «', «ee» «철», «��», « Al 이해». «б», «y» « Act», «y», «agh» « bal» «ц» « Fire», «ora», « Duck», «д», «ти», « Brett», « dinner, dress, eat, learn, listen newspaper, quick, read, read, read shine, shine, sit, sit snow, snow train, train turn off, turn off watch, watch where where why why на этом наш урок окончен спасибо за то что смотрели и слушали всего наилучшего и до свидания and now our lesson is over thank you very much for watching and listening all the best and good bye